Всем привет! Сегодня хотим вас познакомить с Галиной. Галина активная и творческая мама в декрете. На своей странице в инстаграм она рассказывает о своем сыночке, о творчестве и лайфхаках. Подскажет вам, как не забывать о своих желаниях хорошо выглядеть и заниматься любимым делом. Стало интересно? Тогда переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на инстаграм Галины. Ребятушки, всем привет! Сегодня буду готовить блинчики с фаршем. Ребят, из лося фарш, из лося и стейки. Тоже из лося, ребят. Вот такие стейки у меня будут. Ну, для этого что-то понадобится? Блинчики, я потом все буду сказать. Я, походу, пьесы. Что будем делать, ребят? Сначала фарш. Ой, фарш. Тесто для блинчика. Мамочка, ребят. Все делаю, ребят. Сразу говорю, делаю все на глаз. То есть, блин, не заморачивайся там по граммам, поскольку все на вкус, на яйца. Салям. Ребят, потом уже как первый блин сготовите, уже будете пробовать. Соль, сахар, там столько добавляйте, ребят. Столько добавляйте, ребят. Ну, все на глаз, ребят. Ничего не вымеряю никогда. Так. Соль, ребят. Разобьем. Поначалу никуда вылезать. Вот так вот все взбили. Удавляем масло, действительно, ребят, побольше. Ну, как побольше. Так, нормально, чтобы это не перебирали блинчики. Перемешиваем. Опять. Масло получается, в основном. Так, ребятушки, ставьте плюсики. Кому нравится, кто любит блинчики. Ах, говорят, муки понемножку, чтобы у нас не получилось. Ну, хотя, молоком, если у меня густо получается, а потом молоком, ребят, разбавляю. Так что, мы все так вот вмешаем. Да, однородно. Хорошо перемешиваем. Все, ребят, что-то такое. Тихо получилось. Все. Добавили немножко разрыхнутили. То есть, в нашем случае, это 2 минуты соды. Немножечко ее, где-то вот такую. Да, опять тихо говорю. Ребят, у меня все есть петличка, все есть. Ну, как бы это... Неудобно с ней немножко работать. Все, размешиваем, ребят. Хорошо. Тем временем, пока еще не надо, отключим сковородку. Чуть бы мило. Доказаться, лучше надо хорошо воскресить. Ну, все. Вот такое тесто получается, ребят, на ней. Ребят, ну что, сковороду торкалили. Берем такую штуку, ребят, я думаю, на всех кто-то пекет. Так, чтобы есть. Хорошо, сковородку что-то промазываем. Так, длин. Газ можно, ребят, немножко убавить. Сковородка держит тепло. Ну, что? Действительно, ребят, у меня была поварешка такая, савдеповская, ей все так ровно, ну, потало как раз. Немножко приходится привыкать. Что, посмотрим, ребят? Как думаете, ребят, первым блинком он получится или нет? Так что, ребят, не переключайтесь. Чтобы не сказать, что это было смонтировано, ребят. Сейчас посмотрим. Павел Васильевич, обычно хорошо получается. Даже первый блин. Одни немножко смеется. Правда, жирненький получится, ребят. Вот, найденка. Красота. Сейчас, ребят, снимем, попробуем на вкус. Да, стоит добавить соль или сахара. Немножко молочка, ребят, наверное, молочка надо будет, ребят. Немножко пожиже сделать, чтобы больно густоватенько. Сейчас, сейчас решим, ребят. Видите, какая красотель. Поджариваться, ребят, я вам подгоревший первый блин, ребят, потому что с короткой сильно накалилось. Сейчас она немножко жару отдаст. Но, смотрите, ничего не подгоряет. То есть, по маслу, ребят, нормально болит. Чуть толстоватый, потому что надо будет его сделать пожиже. На этом немножко соли. Салямчик немножко. Самое топовое. И немножко молочка. Второй блин пошел у нас, ребят. Все, тесто у нас пожиже стало. Длинчики, получатся сольники. Вот такие, ребят. Так, а я сразу, ребят, делаю, чтобы не это... Ну, переворачивалось лучше. Красота. Блинчики будут, ребят, обещаю. Вот такая вкуснятина. Тоненькие, такие. Опа. Ох, ребяточки. Сглазил немножко себе. Опа. Вот так вот, ребят. Все блинчики пожаримся. Как вот дают. И... И включимся. Ребяточки, у меня вот такой последний блинчик. Теста мало осталось. Вот столько напеков, блинов. Какие красоты, тоненькие. И прозрачные. Ой, я, 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 я. Это будет, наверное, меньше. Так. Опа. Достаем. Урудочку. Сейчас, с вами. На, вот так сидим. Все, поджавку делай. Как она наливается, ребят. Ну, что, пассеровать, первое дело, пассеровать. Масло топленое. Кому какое, у меня топленое, можно сливочное, можно сливочное. Добавим фарш. Я просто его ногу. Я просто его ногу. Получок. Пассеровать. Обжариваем. пассеруем можно сделать конечно с рисом мы решили чё фарш у нас много мы сделаем без риса так можно лист добавлять чисто в кургую вот этим запах лучка на пустом шикарно вот так вот поджарим для ваш обжарим добавим салям соли потом пробовать будем пока не пробуем пока он сырой но хотя птичь ее можно так пробовать ребят перчик и чесночок сухой чеснок запах какой будет обжарим и до полностью готовность лучше нам быстро приготовить учет дичь начинка у нас готова так вот обжарили на вкус нормально как у себя берем ленчики небольшим вас товарищи и такие небольшие дичьи будут укладываем еще сиренку укладываем, посмотрите как вкуснятина, вот будет, я думаю лайками не поскупитесь опчик, вот так вот все блины заворачиваю ребят, последний блинчик, ребят, я еще хочу попросить вас поддержать молодую маму в декрете, ребят, ссылка будет на ее на инстаграм в описании, ребят, подпишитесь, поддержите, ссылочку немножко оставить, вот такие блинчики, красота получилась, ребят, мы их жать будем опозжа, сейчас будем заниматься стейками, так что, ребятушки, не переключайтесь, ребят, просто будем подготавливать наши стейки, розмарина, ребят, не нашел в веточке, взял такого сухого, ну я думаю, ничего страшного, такой немножечко оливковое масло, ребят, пока замочим, берем соля, посыпаем эту сторону, да, ребят, стейка, посыпем, хорошо, соль у нас была, соль можно покрупнее, ребят, у меня крупнее не осталось, так, берем перчик, перчим, ребят, не жалеем, ну кто как делает, ребят, я еще раз говорю, я вот так делаю, вы можете по-другому, там вообще рецепта стейков готовки вообще много, все, ребят, берем, масло так перемешаем с розмаринчиком и смазываем, жарить будем, ребят, без масла, ну как бы, собственно, маслом, которым оливковым она будет, на нем будем обжаривать стейки, так что пожирнее, чтобы впиталось хорошо, давай промазываем стейки наши, все, делаем вторую сторону так же, ребят, посыпаем, перчик, все промазал маслом, розмаринчиком, обильненько, ребят, потому что масло добавляем, на то он будет жариться, промазываем хорошо, хорошо его промазываем, смотрите, как красота, ну все, тем временем, ребят, включим с короткой, гриль чугуняки, ну чугуняка, это толстая, но возьмем ее хорошо, самое главное, хорошо накалить, потом вытяжку, покажу, пока мясо маринуется, ребят, впитывается на этот весь вкус, все, больше ничего не надо, ребят, ничего сложного, ребят, сколько-то хорошо накалилось, каждую сторону будем по полторы минуты, ребят, по полторы минуты, он затекает, по минуту обжарим, потом ряд чабун, короче, в общем, стейк будет жариться 6 минут, ребят, почему 6 не пользуется, потом я напишню, включаем посильнее ее, ребят, будешь, потому что она что-то не давать это, прошло полторы минуты перерача и на этой стороне лет полторы это жарим потом ребят ответил чтобы получать поперёк запах ребят жареного мяса ложим другую перерачиваем и кладём ее чтобы жёстко получилось ну еще полторы минуты для времени ребят приготовим масла и сливочным опять тороплюсь на взгляд не приготовил забыл чеснок в конце берем чесночок так его развязываем пополам вилочку берем берем масло сливочное масло и чесночком там вот эта часть, у которой ребят на запах пошёл, ребят, полторы минуты прошло или врача получается, смотрите, вот такая решеточка так, помажем сливочком так, вот так вот и перемасываем всё и так же полторы минуты ребят и потом уберём отдыхатель вот вахар да вкусно да запах вообще обалденный всё, ребят, полторы минуты прошло вот такая жёстко мучилась В общем, ребят, 6 минут он обжарился, все, бросаем его в воду, отдыхать, казанок, закрываем, берем в ряд полотенца, чтобы тепло как можно больше сохранилось. Продолжаем с другими стейками также, может поменьше, может даже по 3 штуки ложить, ну и все то же самое, ребят, проделываем, ну что, вот у нас последняя порция, ладно, мы здесь, ребят, сок какой-то, ах, свечок, все, ладно, ребят, запах вообще офигительный. Ребят, ну что, чтобы у нас помидорочки, ребят, еще сделано, да, раз немножко убавим, сейчас сделаем махнутой. Слушай, мясо, без овощей, ребят, я понимаю, это кощунство, блин. Помидоры, ребят, как вы уже видели, вот так же наливку масла, вот, плавляем. Вытяжку включать, вот, не знаю. Так немножко, как приезжали. Переворачиваем, немножко же с той стороны орожаем, а помягче сали. Овощи, ребят, видите, может быть, готовить прямо дома. Ну, хотя, кто скажет, что это на костре, да, на костре, ребят, безусловно, вкуснее. Да, запах, ну, ничего, и дома можно вот так вот готовить. Вильчик, ребят. Да, здравствуйте. А тогда красота получилась тогда. Они мягкие стали. Стейки у нас еще доходят. Весь сок там остался, ребят, ничего не вытекло. Убираем сковородочку. Чугуряки наши. Ставим в другую сковородку, ребят, где блинчики. Все, ребят, масло у нас еще осталось, сливочное. И, ой, иду туда. Бросик. Ну, что будем укладывать наши блинчики. Первое дело, ребят, как укладываем вот так вот, где шелк, чтобы зажарился. Ох, блинчик порвался, но ничего страшного. Вот такой красоте. А-а-а, вкуснятина. Пища богов, ребят. Спасибо сеструхе и Мурлину, и Сереге за подгончик мяса. Ну, все, ребят, я тут немножко прижарю. Обжарить, в принципе, это все готово. Просто, чтобы закрыть, как говорится, блинчик. И все. И все. Блинчики наши готовы, как красота. Сейчас, ребят, знаете, еще что. Сейчас еще креветочки, ребят. Берем, взял креточек. На гриле их пожарю, ребят. Подвалю их немножко. И пожарю, вот такая красота. Ох, креветочки. Лукусы. Поставьте. Берем креточки. Вот это закипело. У нас они в райте, ну, как монетка. Сто тридцать рублей, ребята, вот это вышло. Все. Немножко поварим. Воду посадим. Ребят, ну что креточки у нас отварились? Одно время, с короткой, я нагрел. Оставим смакать. Нет, что масло оливковое осталось, мы смазываем. Если не есть, что они пропадают. Смазываем их. Так. Да. Ну, креточки машины. Справим. Открываем, есть. Взяли наши. Открываем из-за красоты. И переворачиваем. Хорошо. Все готово. Вот, ну что. Переворачиваем. Переворачиваем их вот так. может быть я тебя кто-то ест прямо так с хитином я буду чистить вот так вот ребят обжариваем все будем указывать на всю эту красоту когда приготовим пущемся ребят будем пробовать сочник какой-то режется очень шикарно сейчас честное слово не не ел ни разу такие сочные хотя ели раз не знаю попробовал ну что будем пробовать без водки да это провод блинчики креветочки ребят пахнет лосьон сочный да вроде на мясо как бы это без жира должно быть сухой но сочная помидор я первый раз в жизни готовил я вам скажу честно ребят посмотрите охеренно вообще шикарно ребята ну что не было больше травить здесь на канал на группу на группу вконтакте на инстаграме всем приятного аппетита я уже разговариваю вкусно реально горно спасибо вам что смотрите не забывайте выбрать лайк пока пока пока